добрый день дорогие друзья меня зовут елизавета родина я миссис бабушка европа и сегодня я хотела бы прочитать сказку и сборника нашим бабушкам и дедушкам автора даниэля буковой посвящается она всем русским немцам коими в том числе являются и мои родственники сказка называется сказка о веселом поросенке то о чем я хочу рассказать проходила в бескрайних степях обступивших великую реку деревенька который пойдет речь в тупо развалась то ли мюльберг то ли гульштейн про бабка сказывала моему деду да она позабыла право сказать не так это и важно ведь в том краю все деревеньки похожи одна на другую что яблоки на твоей яблони веселый трудолюбивый народ населявший эту местность с незапамятных времен жил дремучих лесах из-за вечных всклок которые затевали короли с соседями от голода туманов и сырости этим людям пришлось перебраться в огромную и мирную в ту пору державу под покровительством великой царицы так они и осели там старики бережно хранили традиции чтили завета отцов молодежь все больше придавалась развлечений поэтому вскоре даже родные сказки оказались позабыты но ход мироздания неумолим от того что сказки перестали рассказывать они не перестали случаться ох перевелись нынче зайчики вздохнул дед перевелись как есть перевелись поддохнула бабка бывало встанешь пораньше выбежишь во двор а там дорожка песочком беленьким присыпано пойдешь по ней глядь гнездо а в нем видим и невидимо подарков зайчик принес и яйца крашеные конфеты а бывало и обновки бывало а то не в гнезде а в шапку сложит яйца или в ямку какую бабка задумалась притихла подперев рукой морщинистую щеку стало слышно как стучит по стеклам копель как заливисто щебечет пташка в кустах под окнами вы что хотите сказать что зайцы несутся нарушил молчание недоверчивый голосок семилетнего мартина несутся а как же встрепенулась бабка но только раз в году весной да и необычные зайцы пасхальные какие такие пасхальные по слогам выговорил мартин дед сурово посмотрев на жену вышел в сене и хлопнул дверью никакие милый пробормотала бабка никакие вырастешь узнаешь и пошла за дедом корис на шевеля губами по всем приметам наступила весна поэтому мартин решил караулить зайца проснувшись на рассвете мальчик сразу же подскочил с кровати натянув штанишки он собрался было выскочить из дома в куртке на голое тело но увидел выглаженную рубашку усовестился сунул руки в рукава и старательно застегнул все пуговки между тем светало в окно стали видны колья забора подпиравшие накренившийся сарай и темный силуэт мельницы мартин потихоньку вышел из дома скрип сказала дверца мальчик строго посмотрел на нее приложил палец губам кряк кряк закряхтели было ступеньки но мартин перепрыгнул последние три и обогнув сарай помчался на задний двор там было чисто выметено а дорожки посыпаны белым песком где же мог угнездиться заяц мальчик внимательно оглядел пространство между сараями прогнав здоровенного кота с крыши он приоткрыл короб где хранился фураж посмотрел где взвились воздух золотистые пылинки чихнул ни яиц ни зайца в сарае не оказалось пес рекс вылез из конуры и приветливо завилял хвостом но маленький хозяин прошептал тише и прошел мимо отчего собака понура залезла обратно удостоверившись что на заднем дворе осмотрены все закоулки мартин направился в сад где нежная зелень только начинала пробиваться из-под земли птицы почуяв весну пелись со всех своих сил радуясь солнышку и тепло валу за грядками мартин заметил движение неужели заяц затаит дыхание он подкрался ближе так и есть между грядами просматривалась небольшая ямка высланная соломой в ней лежали 5 нарядных пестро выкрашенных яичек а шестое желтое толкал перед собой носом самый что ни на есть настоящий поросенок от удивления у мартина перехватила дух к тому что яйца приносит заяц он уже был готов но поросенок почуяв приближение человека животное засеменило через вал и нырнув под оградку скрылась в направлении школы недолго думая мартин последовал за ним колыхание высокой травы выдавала в какую сторону двигался таинственный визитер через некоторое время поросенок показался за школьной оградой деловито пересек широкий двор и исчез напрасно мартин осматривал пространство под крыльцом грядки и клумбы животное как сквозь землю провалилась в каком-то смысле оно так и было в пятый раз обегая здание мальчик услышал слабое хрюканье доносившиеся из выгребной ямы несчастный поросенок провалился сквозь прогнившие доски и ходил по самому краю ямы каждую секунду рискуя соскользнуть зловонную жижу не мешкая ни секунды мартин помчался к дому на заднем дворе мама обычно сушила выстиранное белье и он рассчитывал повзаимствовать у нее веревку на этот раз вещей здесь не оказалось ему не пришлось тратить время чтобы снимать их наспех смотав веревку в клубок мальчик что есть силы побежал назад к слову сказать поросенок и не думал тонуть важно расхаживая взад вперед кромки выгребной ямы мартин сделал петлю да да не удивляйтесь все деревенские мальчишки умеют делать петлю только вот накидывать ее на шею порося там умеет не каждый мартин кинул готовую петлю в яму и терпеливо ждал когда поросенок соизволит через нее переступить наконец тот пошел в сторону мальчика как только маленькие копытцы перешагнули веревку мартин что есть мочи затянул петлю крепко поясав животное к счастью вес его был невелик и вытащить горемыку не составило труда стоит ли говорить как удивились домашние когда ранним воскресным утром увидели выпачканного в земле мартина с победным видом ведущего спасенного поросенка на бельевой веревке сперва попробовали дознаться чье животное забрело в их двор но поскольку никто из соседей не признал его своим мартина было позволено оставить поросенка у себя вечером поросенка закрыли в сарае а на другой день дед соорудил загончик где поросенок мог гулять и греться на солнышке сидя на крылечке старик задумчиво наблюдал как животное пытается дотянуться до пучка свежей травы наконец он подозвал внука а поросенок тот твой непростой сказал он не простой а золотой засмеялся было мартин но дед даже не улыбнулся наоборот нахмурил брови лицо его приняло серьезное выражение мне сказывал мой дед который сам слышал от своего деда что водились где в старину в этих краях волшебные свиньи если такую свинью спасти она отблагодарить тебя удачи и богатством нужно лишь дать ей корм и потереть пятачок и наутро в кармане жди сюрприза только о том сказывать никому нельзя волшебство может закончиться попробуй посоветовал он заметив что мартин ему не очень-то верит вон видишь травка растет и фураж в амбаре припасен будешь его кормить может что и выйдет сказав это дед ушел в дом а мартин подумав отправился за фуражом на утро мальчик вывернул карманы штанов и о чудо из одного выпал круглый пятак невероятно на поросенок и вправду оказался волшебным с тех пор так и повелось днем мальчик ухаживал за поросенком а наутро находил в курточке или штанах пятикопеечную монету незаметно весна сменилась жарким и засушливым летом которая в свою очередь близилась к концу последнее время взрослые ходили настороженные часто закрывались комнате что-то обсуждали но мартина увлеченный мальчишескими забавами и заботы о подросшем поросенке которому требовалось все больше еды не обращал на это никакого внимания как-то проходя мимо комнаты он услышал обрывки разговора год выдался неурожайным и поросенка планировали зарезать зарезать волшебную свинью этого мальчик допустить не мог ему вовсе не жалко было терять ежедневную монету ничего подобного просто за лето они с поросенком сильно привязались друг другу да и могло ли быть иначе когда ежедневно заботишься о ком-то чешешь ему пятачок волей-неволей проникаешься самым дружеским расположением дождавшись когда все уснут мартин вылез из окна своей комнаты и подкрался к сараю полная луна заливала все теплым желтоватым светом поэтому мальчик без труда вывел поросенка со двора тот доверчиво пошел за хозяином вместе они миновали улицу вышли за околицу и пошли по ступени туда где воли природы в ровной степи зияла глубокая расщелина прорезанная звонкой речушкой впадавший большую реку вскоре они спустились по известным только местным ребятишкам тропам глубокий овраг на дне которого сохранились развалины домов первых переселенцев эти руины полностью обнажались лишь ранней весной когда сходил снег сейчас же из-за крапивы бурьяны и молодой поросли в трубтовых деревьев не видно было даже остатков печных труб днем мартин безошибочно мог найти среди них полуразвалившийся дом своего прадеда но под покровом ночи все оказалось чужим и незнакомым и мальчик долго блуждал в рассеянном лунном свете ведя за собой недоуменно похрюкивающего поросенка я буду приносить тебе еду только ты не уходи далеко пообещал он напоследок спасенному другу придя домой мартин долго не мог заснуть то ему казалось что на поросенка напали волки то он представлял что скажут завтра родители не обнаружив животное в загоне утром когда мартин крепко спал явился человек военный форме и о чем-то недолго разговаривал со старшими после его ухода отец сразу же уехал растерянные мать и бабушка стали собираться в дорогу куда не мог сказать никто было только понятно что ехать нужно срочно и всем мама сложила в корзину все съестные припасы на самый верх положила библию дед собрал свой сундучок с инструментами промоча что он один стоит всех остальных собранных вместе больших сундуков мартин тоже побросал свои нехитрые пожитки в ранец купленный в школе и сел со всеми на большую подводу направляющиеся к реке баба нюра жившая по соседству подволокла к подводе мешок муки возьмите вам нужнее пробормотала она утирая слезы я сложила спелые дыни вам бар они в коробке с ворожом зачем-то сообщила баба нюра маме напоследок старший отвязали рекса который носился теперь по двору и тревожно заглядывал всем в глаза к обеду село пустело а на третий день после отъезда жителей и вовсе приобрело жуткий вид по улицам бродили жалобно мычание дуяные коровы были оставленные собаки к волшебному поросенку мартина присоединился целый отряд обыкновенных свиней соседних загонов выпущенных бабой нюрой и несколькими сердобольными старушками сжалившимся над брошенными животными несколько вечеров бродили женщины по селу отвязывая забытых собак открывая двери голодной скотине чтобы те насытились травою и палыми яблоками о том что станет животными зимой никто думать не хотел все больше занимала судьба изгнанных односельчан а что же наш мартин сперва он плыл на пароме не понимая отчего так печальный и взволнованы взрослые и куда они направляются потом они ехали в поезде который был жутко неудобным спать им приходилось в мешках и соломе рядом с другими путешественниками но мартина это нисколько не заботило ведь в поезде он ехал в первый раз своей жизни а мама и бабушка с дедушкой были рядом когда они наконец остановились каком-то местечке в комнате которую смело можно было назвать подвалом если бы не несколько маленьких оконцев на половину утопленных в земле оказалось что у дедушки в суматохе украли или по ошибке забрали сундучок с инструментами пропажа настолько огорчила старика что он обхватил руками голову да так и сидел вечерами в темном углу странной комнаты подвала служивший им новым домом страшное слово война мартин слышал теперь везде на поле когда помогал маме грузить тяжелые арбузы на улице на железнодорожной станции куда прибывали все новые и новые партии людей которым негде было размещаться местные жители смотрели на них с недовольствием или откровенной злобой мальчику было непонятно что происходит ведь они никому не причинили зла дед продолжал угром и сидеть на крыльце а бабушка и вовсе слегла надсадно кашля в углу на сундуке кровати у них не было вечерами после работы мама прятала слезы ей нечем было кормить мартина и стариков ах если бы у меня были мои инструменты как-то с горечью сказал дед я бы сделал кровать и полки и деревянные игрушки на продажу а то глядишь ремянку сколотили бы к зиме значит надо купить новые рассудил мартин надо бы внучок надо бы промолвил дед да вот денег то у нас как раз и нет так у меня есть радостно сообщил мальчик и полез за сундук там лежала ранец который в этом году не пригодился вместо учебы в первом классе мартин пошел помогать матери в поле раскрыв ранец он опрокинул его на стол и оттуда под изумленные взгляды взрослых звонко бряция посыпался настоящий дождь из пятаков откуда это у тебя одновременно ахнули мама и бабушка ты собирал их глухо прошептал дед прижимая к себе внука он собирал их попытался повторить старик для женщин но слова застряли у него в горле и мартин впервые увидел как дед плачет поздней осенью в оставленное село прибыла первая партия мирных жителей эвакуированных с линии фронта они были растеряны и напуганы вынуждены оставить родные места женщины с маленькими детьми нагруженные корзинами и узлами с опаской входили в ворота чужих домов жилища стояли запертые многие из них были заколочены поэтому замки пришлось сбивать на незнакомцев лаяли не успевшие одичать собаки из неприбранных 8 грядок уныло торчали стебли высохшей травы во двор дома где раньше жил мартин тоже пришли люди это была уставшая женщина с грудным маленьким ребенком в одной руке и добротным чемоданом другой за ней шла худенькая девочка подросток нагруженная тюком за руку она вела мальчишку лет пяти живого и любопытного так и норовящего вырваться войдя в дом женщина положила младенца на кровать и приказала дочки приглядывать за ним сама же отправилась на кухню и стала осматривать шкафчики в поисках съестного удостоверившись что малыш спит девочка принялась разглядывать комнату особенно обрадовала ее книжный шкаф она с интересом сняла с полки несколько книг открыла их и вдруг закричала беспомощно и жалко потом непонятно откуда взявшиеся силы и злости начала вырывать страницы и топтать их ногами вынимая и бросая на пол все новые и новые книги прибежавшая мать испуганно стояла в дверях прикрыв руками рот потом с силой обхватила дочь людочка родная тише тише да что с тобой такое мама прожидала девочка мама она наклонилась и с отвращением держа двумя пальцами подняла с пола вырванную страницу детской книжки с нарисованным поросенком буквы были крупные текст набран по слогам так чтобы было легче учиться читать либен швайнен гласил текст повсюду валялись страницы испещренные такими же буквами вот и хорошо сказала женщина прижимая дочь и гладя ее по волосам будет чем зимой печку топить дрова то не припасены вам просили передать дыни в амбаре фуражик берта закопала чтоб сохранились подольше строго сказала появившиеся в дверном проеме баба нюра